Привет всем! Спасибо, что вы с нами на нашем канале. За свою спортивную карьеру российская прыгунья с шестом Елена Исенбаева установила 28 мировых рекордов. Однако от народной любви до ненависти один шаг. В прошлом году спортсменка попала в скандал. Исенбаева сообщила в соцсетях, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов МОК. И отметила, что во время спортивной карьеры никогда не состояла в вооруженных силах России. А звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, назвала номинальным. Сама она давным-давно живет за границей. Чаще всего видят Исенбаеву на Канарских островах. Однако видели ее и в Монако, и в Испании. Видимо, там солнце светит ярче, а трава зеленее, чем в родной стране. В прошлом году спортсменка сделала все, чтобы максимально дистанцироваться от России. Когда подписчики напомнили ей, что она носит звание майора, получала зарплату и льготы от государства, Исенбаева высказалась так. «Я человек мира. Всегда была им и останусь. Живу там, где работаю. Ем то, что люблю. Общаюсь с теми, кого ценю и уважаю». Впрочем, Исенбаева не упустила шанса напомнить о своих выдающихся достижениях, назвав себя легендой и упомянув о своем членстве в Международном Олимпийском комитете с 2016 года, а также об активной работе на благоразвитие Олимпийского движения. Правда, Исенбаева почему-то умолчала, что этому Олимпийскому движению Россия как кость поперек горла, а потому наших спортсменов выдавливают оттуда всеми силами. И вот стало известно, номинальный майор Исенбаева задолжала России. Сумма не так уж и мала. Ситуация с неуплатой налогов является серьезным напоминанием о важности соблюдения налоговых обязательств для всех граждан, включая известных спортсменов. Елена Исенбаева не следила за своими налоговыми начислениями в России и за время своего отсутствия на родине накопила задолженность. Долги нашли у спортсменки спустя год после того, как она назвала себя «человеком мира». Исенбаева оказалась должником российской налоговой. ФНС выставила ей долг в 465 тысяч рублей, которые нужно погасить, чтобы избежать неприятных последствий для своих финансов в России. Адвокат Максим Калинов рассказал, что может грозить Елене Исенбаевой из-за неуплаты налогов. По его словам, уголовной ответственности за это не предусмотрено, поскольку, в отличие от своей тезки Блиновской, она не скрывала доходы и свое имущество от ФНС. И, по сути, особого наказания спортсменке ждать не стоит. Заблокируют ей счета. Потом отдадут дело приставам. Возможно, арестуют какое-то имущество, заявил он. Пока спортсменка не погасит свой долг, то ей будет запрещено осуществлять регистрационные действия со своими машинами или недвижимостью, подытожил адвокат. А вот нам хочется напомнить, кто из знаменитых спортсменов из-за СВО публично отрекся от России в 2023 году. Прошедший год для российских спортсменов оказался спуден на соревнованиях. Спецоперация обнажила многие оставшиеся в тени вопросы. Стало понятно, кто настоящий патриот России, а кто нет. Называем имена, кто в 2023 году публично отрекся от своей родины. Елена Исенбаева, Никита Задоров, Костенюк, Александр Киржаков. Братья Березуцкие. Ну и бог им судья.